Здравствуйте, уважаемые посетители! Этот видеоурок я хотел посвятить программке Punta Switcher. Сначала я хотел написать статью, но потом понял, что в статье всего не изложишь. А урок более подробно показывает все функции этой программки. Этот урок будет достаточно маленький, потому что здесь, собственно говоря, стоит только показать, что это за программа, как она работает и как ее немножко настраивать. В принципе, там настройки все по автомату сделаны. Так, приступим. Такое бывает, что вы печатаете текст и забываете переключить раскладку клавиатуры. Сейчас я покажу, что это такое. Допустим, я включил проигрыватель Winamp. Вот, переключаемся на английский, да? Нажимаем Winamp. Допустим, вы взяли и забыли переключиться обратно на русский язык. И продолжаете печатать дальше. И стал там проигрывать песню. Проигрывать песню. И потом смотрите на экран и понимаете, что вы напечатали очень-очень много. Это я сейчас напечатал там, да, пять слов. А бывает так, что несмотря на экран, когда печатаешь какой-то большой там текст, ты не смотришь долго на экран. И потом, взглянув на него, понимаешь, что ты целый абзац напечатал на другом языке. И многие начинают стирать все, перепечатывать заново, злятся очень, там, расстраиваются, потому что действительно бывает, ты там какую-то мысль уродил, пока печатал ее, взял, забыл. Вот и в итоге начинаешь перепечатывать все заново. Эта программка позволяет очень легко переключать раскладку клавиатуры. То есть вы смотрите, ага, я напечатал Winamp, остальное мне нужно на русском. Выделяете то, что вам нужно на русском. И просто нажимаете те клавиши, которые вы настроили для переключения. Вот, у меня, например, это Shift, Break. И все, видите, все переключилось автоматической. То есть я тут еще не допечатал. Проигрывать песни. И стал там проигрывать песни. Вот. Еще можно настроить ее таким образом, чтобы она сама переключалась с английского и на русский. Потому что, например, Winamp, если печатать по-русски, вот, гляньте, по-английски я напечатаю Winamp. Winamp. А теперь тот же Winamp напечатаю только с русской раскладкой. Winamp. То есть, видите, как бы в русском языке таких слов нет. Так вот, Punta Switcher позволяет настраивать все по автомату. То есть, вот, глядите, сейчас нажму специальную раскладку, потом покажу вам, как настраивать. И печатаю то же самое. Только сейчас я не буду ничего там выделять и переделывать. Просто печатаю. Я включил проигрыватель Winamp. Видите, она автоматически переключается. То есть, я ничего не нажимал. И стал сейчас дальше печатаю. Стал, потому что в английском нету, например, предлога. И вот она автоматически сама переключилась. То есть, там проигрывать песни. Как видите, это очень удобно. И позволяет сэкономить кучу времени, чтобы не перепечатывать ничего, не переделывать. Так, что это за программка, сейчас мы с вами посмотрим. Ссылку на скачивание я вам дам ниже. Сейчас давайте посмотрим настройки, чтобы когда установили, вы ее могли настроить. Так, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем настройки. Так, здесь нам нужно выбрать горячие клавиши. Посмотрите, что у вас обозначает горячая клавиша. Вот, сменить раскладку выделенного текста. Это то, что я показывал вам в первый раз. Да, то есть, Shift-Break. Где находится Break. Вот эта кнопочка, где находится. Вот здесь вот. Break и Pause. Да, вы посмотрите на своей клавиатуре. Это электронное. То же самое находится и на обычной клавиатуре. Вот Shift. То есть, зажимаем Shift, а потом нажимаем Break. И все. Так, следующее, что у нас? Следующее у нас. Сменить регистр выделенного текста. Это нам не нужно. Транслировать выделенный текст тоже не нужно. Ну и вот включить, выключить автопереключение. У меня вообще здесь не было автопереключения, раскладка. У меня вообще здесь не было комбинации. То есть, я ее настроил сам. Как настраивать самим комбинации, сейчас я вам покажу. Нажимаем, выделяем, так скажем, синей областью то, что хотим настроить. И нажимаем Назначить. И просто выбираем. Здесь обычно ничего не назначено, вот не выбрано. Переключаем, допустим, на английский. Она Shift Alt сделалась. Но выделяем обратно. Нажимаем Alt и M. То есть, не отпуская Alt. Alt и M. На английской раскладке. Нажимаем ОК. Еще раз ОК. И все. То есть, вот, собственно говоря, и все настройки. Можете посмотреть там еще. Звуки. То есть, можете отключать звуки. Если вы слышали с моей колонки шли звуки, когда она автоматически переключалась. Можете их выключить все. Но, в принципе, здесь все настроено отлично и так. Посмотрите. Здесь все можно также сменять, отменять. Вот, собственно говоря, и весь урок. Надеюсь, эта программа вам покажется полезной. Благодарю за внимание. До встречи в следующих уроках. Пока.